всем привет привет и вы сегодня на моем бокодельном канале меня зовут оксана так сегодня видео мы будем вязать сами вот такую вот шапку градиент вяжется с подкладом на весь комплект у меня ушло 200 грамм серой пряжи и 200 грамм розовой пряжи по этому снуду вот у меня с ну тоже градиентом связан такой вот тоже градиент по нему тоже есть видео мастер-класс на моем канале ссылку на него я тоже оставлю в конце видео или где-нибудь здесь будет ссылочка итак давайте рассмотрим поближе нашу шапку вот так она выглядит кос у нее и внутри вот такой вот вязаный подклад крючком у меня вот я вязала крючком как связать крючком подклад у меня есть видео на канале здесь день оставлю я ссылку на него очень теплая шапка получила сегодня в ней не замерзла хотя у нас минус 20 или 25 сегодня и так что я использовал для вязания данной шапки шапка у меня на обхват головы 5253 сантиметра пряжа у меня вот такая вот алисе супер лана тик номер цвета это у меня 168 так номер цвета у меня 168 и 271 вот 271 номер и вот 168 и так состав пряжи 100 грамм 570 метров вот и здесь у меня семьдесят пять процентов акрил и 25 процентов шерсти как бы вот 75 процентов шерсти вот такая вот пряжа и на весь этот комплект у меня ушло 200 грамм серой пряжи 200 грамм розовой пряжи вот то что у меня осталось тут 20 грамм всего лишь и так резинку я вязала спицами и номер три вот такие вот круговые спицы на алиэкспресс заказывала а основной узор вязала уже спицами номер четыре миллиметра шапку я вязала в 5 ниточек а снуд я вязала по моему в три нитки по снуду у меня есть видео мастер-класс на него я тоже оставлю ссылку можете прийти и посмотреть еще не нужно было иголка маркер спица для кос ну крючок это уже для подклада ну и конечно же ножницы и вот такая вот шапочка у нас с вами получится итак и расчеты давайте сразу покажу как я рассчитывала я связала образец резинка 10 петель 6 сантиметров я обычно частенько вижу только резинку образец и так в 10 петрах у меня в резинке получилось 6 сантиметров я 10 разделил на 6 умножил на обхват головы получилось 86 так как у меня резинка 2 на 2 там я 86 разделила на 44 это раппорт резинки 21 с половиной на 22 умножим на 488 петель я набирала для резинки и вязала 15 сантиметров резинку раппорт у меня 31 петля потом я после резинки добавил 36 петель и на сто двадцать четырех петлях я уже вязала и подклад две ниточки крючок номер два ну все теперь давайте вязать эту шапочку до узор я взяла забыла сказать вот с этой книги светланы лосевой все давайте вязать и обязательно не забудьте подписаться на меня в инстаграм внизу в инфобоксе я оставлю ссылку на свой инстаграм и в группе контакт обязательно выставляйте свои работы мне очень нравится смотреть ваши работы по моим мастер-классом ну все давайте вязать итак на спицы номер три миллиметра я набираю 89 петель одну для замыкания в круг я без взяла еще одну потоньше ниточку и спицу и номер три миллиметра и теперь буду набирать 89 петель и так как всегда своим способом и как всегда набираю сначала снизу подхватываю с указательного пальца и нитку захват и протягиваю все сначала у нас образуется две петли ну а дальше уже с указательного из большого захватываем указательного и большого и этим пальчиком затягивают указательным и так я набираю 89 петель таким вот способом и тогда край получается эластичным он вот хорошо тянется мне прям нравится все набираем так я набрал 89 петель теперь тонкую спицу я вытаскиваю вытягиваю и замыкаю в круг как всегда обычным способом самым замыкаем круг слева и перекидываем на правую справа и вот так потягиваем телечку и протягиваем петлю с левой спицы все и затягиваем хорошенько здесь все все подтянули и будем вязать теперь резинку 2 на 2 надеваем маркер и вяжем резинку 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные за заднюю стеночку раз запуталась немножко раз 2 2 лицевые 2 2 изнаночные 1 и 2 все довязан до конца вот так этот ряд и так второй ряд при вязании резинки очень важно за какую сторону вы вяжете чтобы не было скрещенных петель и так лицевые теперь я вижу за переднюю стеночку вот чтобы были вот такие вот петельки вот вот такие вот петли изнаночную за заднюю стенку я захватываю вот так вот за заднюю стеночку чтоб с обратной стороны не было скрещенных петель видите они не скрещены с обратной стороны потому что у нас же будет шапка отворачиваться будет отворот и будет чтоб не было скрещенных петель потому что скрещенные петли смотрят совсем по-другому и идет перекос со скрещенными петлями бывает 2 лицевые 2 изнаночные вот смотрите внимательно как должна развернуться петля лицевые вот за переднюю стенку матрас петелечка 2 изнаночная вот за заднюю стеночку 1 2 все и вяжем так резинку 15 сантиметров высотой так я провязала 15 сантиметров вот смотрите резинкой 2 на 2 и теперь мне надо добавить 36 петель как я это рассчитала смотрите вот резинка у меня 88 петель 15 сантиметров раппорт у меня смотрите 3 изнаночных 1 лицевая 3 изнаночных и 24 петли коса это 31 петля раппорт всего у меня будет 4 раппорта это 124 петли я 124 отняла восемьдесят восемь будет 36 петель значит мне после резинки надо прибавить 36 петель и я 88 разделила на 36 будет 2,4 прибавки через две петли ну там надо чередовать сначала 2 потом 3 петли ну в общем мне надо добавить 36 петель как я это буду делать пока я не меняю спицы потом я их поменяю и так провязываем здесь изнаночную перекидываю маркер 2 лицевые поднимаю вот так петелечку и провязываю за заднюю стенку скрещенной вот захватываем и вот так провязываем скрещенной все провязала 2 изнаночных 1 лицевая здесь видите сначала через две петли я про сделала при бабочку потом через три петли вот сейчас я сделаю прибавку тоже также поднимаю и провязываю за заднюю стенку все провязала следующая лицевая и все так мы делаем 36 прибавления обязательно посчитайте сколько их у вас получилось ничего страшно главное чтобы прибавить 36 петель все вяжем самостоятельно добавляем 36 петель так я добавила 36 петель и теперь мы будем распределять наши четыре рапорта и так как я уже и говорила я взяла спицы номер 4 теперь и будем вязать и так идут 3 изнаночные 1 2 3 3 3 изнаночные 1 лицевая дальше идут снова 3 изнаночные 1 2 3 изнаночные и потом у нас 24 петли коса от 4 петли лицевые так раз два 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 три 4 22 23 24 и снова вяжем 3 изнаночные 1 лицевая 3 изнаночные и 24 петли косы и так мы повторяем еще три раза так раппорт распределен и теперь мы будем уже делать перехлёст и так вот первый ряд мы уже провязали подготовительный и вот сейчас мы будем вязать вот этот перехлёст первый был провяжем 3 лицевые 3 перед работой 3 лицевые потом 6 лицевых 3 лицевые перед работой и в общем вяжем вот по этой схеме можете ее перерисовать или найти в интернете распечатать она есть в свободном доступе и так так одеваем маркер идут у нас 3 изнаночные 1 2 3 теперь вот здесь где лицевая мы ее будем вот так через ряд перекидывать и 3 изнаночных 1 2 3 потом идет коса вяжем от косы 3 лицевые 1 2 3 берем вспомогательную спицу многие ею не пользуются но я пользуюсь и 3 петли снимаем перед работой сняли 3 лицевые 1 2 3 дальше 3 петли провязываем со вспомогательной спицы так 1 2 и 3 петелечку 3 дальше у нас идут 6 лицевых 1 2 3 4 4 5 и 6 потом 3 петли снимаем снова перед работой 1 2 3 3 лицевые от косы 1 2 3 потом вот эти три петли что на вспомогательной спицы провязываем 1 2 и 3 все провязала и оставшиеся 3 петли от косы вот 1 2 3 3 петли от косы и все этот один раппорт вот у нас закончится вот такие вот перехлёста 2 идут и дальше вяжем также по узору 3 изнаночные лицевую перекидываем 3 изнаночные и снова вяжем точно такие же перехлёст как мы уже и вязали все продолжаем этот ряд самостоятельно так первый ряд провязан теперь во всех нечетных рядах мы будем делать перехлёст и а все четные ряды мы вязать будем просто по узору так что вот второй ряд там 4 дальше 6 мы вяжем по узору вот 3 изнаночные лицевая за переднюю стенку 3 изнаночные и 24 петли коса все так мы будем вязать все четные ряды все в третьем ряду потом мы будем вязать перехлёст вот что у нас получается и так у нас теперь третий ряд и сразу 4 перехлёста в косе вяжем сначала 3 изнаночных 1 2 3 лицевую снимаем не провязываем нить за работой 1 2 3 и дальше у нас в косе 4 перехлёста мы снимаем 3 петли перед работой 1 2 3 и провязываем 3 лицевые от косы 1 2 3 дальше можно одеть вот эти петельки и провязываем их 3 лицевые 1 2 3 все провязала снова снимаю 3 лицевые перед работой и провязываю 3 лицевые 1 2 3 провязала надеваю обратно эти петельки можно их перекидывать переснимать на так как у меня в 5 нити вижу иногда теряются ниточки поэтому я их с помощью косы так провязываем 3 лицевые 1 2 3 снова снимаем 3 лицевые перед работой 1 2 3 и провязываем 3 лицевые 1 2 1 2 3 надеваем обратно вот эти петли 1 2 3 можно провязать с косы ой с этой со спицы вот этой пластмассовой так раз два три и последний перехлёст 3 петли снимаем перед работой сняла и 3 лицевые 1 2 3 3 лицевые с косы и сейчас я их одену обратно 3 лицевые от косы 1 2 3 все дальше идут 3 изнаночные одну снимаем нить за работой 3 изнаночные 1 2 3 все кос косу также делаем вот такой такие же 4 перехлёста в косе делаем вот ой вот такие вот все продолжаем этот ряд следующий ряд уже мы провязываем по узору это у нас будет 4 ряд мы просто повязываем провязываем по кругу без перехлёстов по узору так пятый ряд он идет практически такой же точно такой же как и первый ряд сейчас я туда вижу перекидываю маркер 3 изнаночный 1 2 3 переснимаем эту лицевую 3 изнаночных раз два три дальше идут у нас три лицевые 1 1 2 3 потом 3 петли мы снимаем перед работой 1 2 3 провязываем 3 лицевые от косы 1 2 3 надеваем обратно провязываем 3 лицевые которые одели 1 2 3 дальше провязываем 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 снимаем 3 лицевых перед работой снова 1 1 2 3 провязываем 3 лицевые 1 2 3 надеваем обратно надели и снова провязываем вот эти 3 лицевые 1 2 3 и 3 и снова провязываем 3 лицевые от косы и все раппорт у нас закончен раппорт дальше мы вяжем вяжем также остальные косы и вяжем один ряд по узору и все потом у нас будет уже 7 ряд вязаться все довязываем самостоятельно вот что у нас с вами получается сейчас вот такие вот 24 перехлёста с наклоном влево все вяжем даже шестами и так в седьмом этом ряду я еще вот добавила серую нитку и теперь я буду вязать 4 розовых и одна серая нитка сейчас я довяжу вот этот ряд шестой ряд и здесь уже потом будет буду вязать перехлёст и перехлёст вот я просто привязала я не стала не сваливать ничего вот как мокрой ниточкой привязала и все так как нитка у меня там закончилась я решила сразу начать тогда уже серый вязать и так и дальше вяжем теперь у нас 7 ряд мы провязываем 3 изнаночных лицевую снимаем 3 изнаночных и здесь у нас будет перехлёст потом мы провязываем 9 лицевых 1 2 3 4 5 6 так 6 7 8 и 9 все и снимаем 3 петли за работой вот 3 петли сняли за работой провязали 3 лицевые 1 2 3 потом вот эти петельки что за работой мы их надеваем обратно и и провязываем их тоже теперь 3 лицевые 1 2 3 и дальше снова 9 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 все в этом ряду у нас идет 1 только перехлёст и петли снимаем за работой вот что в итоге так провязываем этот ряд следующий без перехлёстов и будем вязать уже девятый ряд так девятый ряд 3 изнаночные лицевую пропускаем 3 изнаночные дальше у нас идут 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 3 петли снимаем за работой 1 2 3 3 лицевые 1 2 3 обратно надеваем или со вспомогательной спицы можно провязать эти 3 лицевые и обратно надеваем так 3 лицевые 1 2 3 снова снимаем 3 лицевые и снова снимаем 3 лицевые за работой провязываем 3 лицевые 1 2 3 надеваем обратно провязываем 3 лицевые 1 2 3 и снова 6 лицевых от косы 1 2 3 4 5 6 и все дальше у нас повторяется 3 изнаночные и тот же перехлёст все девятый ряд вот так что у нас получилось провязываем то 9 ряд провязываем ряд без перехлёста и последний 11 ряд с перехлёстом потом будут идти повторения с первого по 11 ряд и так 11 ряд снова 3 изнаночные здесь у нас идут как всегда эту мы пропускаем петелечку 3 изнаночных и только один перехлёст косе у нас посередине будет это 9 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 провязали 3 лицевые снимаем за работой 1 2 3 за работой снимаем 3 лицевые 1 2 3 надеваем обратно те 3 лицевые надели провязываем их 1 2 3 и снова 9 лицевых от косы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 все и дальше идут уже у нас изнаночные и так вот что у нас с вами получилось в итоге это у нас один раппорт теперь мы повторяем с первого по 11 ряд и перед и смена цвета у меня будет через где-то три сантиметра давайте померяем сколько это будет у меня три сантиметра вот сейчас у меня два сантиметра еще два ряда провяжу и будет у нас у меня смена цвета это значит я буду менять через шесть рядов через шесть рядов и также я вот так резиночку сделаю подтяну вверх и буду глубину вязать вот так 20 сантиметров как будет 20 сантиметров я буду закрывать макушку там мы с вами уже и встретимся и так вот что получилось вяжем дальше сама и так я провязала нужную мне длину это 20 сантиметров и теперь будем делать убавление и так провязываем здесь наши три изнаночные так я довязала там у меня уже будет какой девятый ряд сейчас покажу какие вот перехлёсты в девятом ряду я довязала и остановилась на этом ряде и сейчас начнем буду делать убавление так лицевую наш как всегда переснимаем 2 изнаночных раз-два теперь вот эту лицевую вот эту изнаночную я провяжу вместе вот так разверну петлю и провяжу и так отказ и одна петля 2 петля 3 петля и 4 петля 4 лицевые теперь провязываем 2 вместе 2 вместе 3 петли снимаем за работой по узору 1 2 и 3 сняли за работой теперь 2 вместе провязываем 2 вместе 1 лицевая возвращаем петельки снова провязываем 2 вместе 2 вместе 1 лицевая теперь снова у нас по узору 3 петли снимаем теперь снова у нас по узору 3 петли снимаем за работой 1 2 3 снова провязываем 2 вместе 2 вместе 1 лицевая возвращаем петли снова провязываем 2 вместе 1 лицевая 2 петли вместе 1 лицевая потом 2 вместе 2 и 4 лицевая так вот 2 вместе и 2 вместе 4 лицевые 1 2 3 и 4 вот эту изнаночную я провяжу вместе так разверну петлю и провяжу их вот так 2 вместе все провязала дальше идут 2 изнаночные лицевую пропускаем 2 изнаночные и снова продолжаем здесь такие же убавки сначала вот здесь изнаночные лицевые вместе провяжем и уже как я вам уже показывала все довязываем этот ряд до конца и будем потом сделать следующее убавление так как же мы провязываем в конце у нас же весь конец ряда а вот я провязала 2 вместе потом же идут у нас 4 лицевые провязываем 1 2 3 и вот эту четвертую изнаночные нам надо провязать вместе мы убираем вот так маркер надеваем на место петлю провязан вот эту лицевую с изнаночной вместе все провязали надеваем маркер упал надеваем маркер и провязываем следующий ряд без убавлений все провязываем так без убавлений весь ряд по узору второй ряд убавлений теперь нам надо вот эти 2 изнаночные по краям убавить мы их вот так развернем и 2 вместе изнаночные про вяжем здесь лицевую про вяжем здесь 2 вместе изнаночные так все провязали дальше будем делать убавлением у нас кассе так где и вместе провязали разворачиваем петельки наши чтобы они вот так смотреть и провязываем 2 вместе за заднюю стенку что вот так петля у нас получилось на крон с наклоном влево 2 лицевые 1 2 потом идут 2 вместе смотрите внимательно я провязываю за переднюю стенку потом снова 2 лицевые 1 2 2 вместе 2 вместе так здесь не надо нитку протянуть она у меня закончилась за сразу не посмотрела так 2 вместе 2 лицевые 2 лицевые 2 вместе теперь 2 лицевые и вот эти крайние надо с наклоном вправо поэтому мы 2 вместе их провязываем за переднюю стенку провязали и все и повторяем снова изнаночные провязываем 2 вместе и так продолжаем до конца этот ряд следующий ряд мы провяжем без убавлений все довязываем до конца этот ряд следующий делаем без убавлений просто по узору провязываем так третий ряд у нас убавлений здесь мы также провяжем изнаночная лицевая лицевая изнаночная дальше у нас 2 вместе мы разворачиваем снова петельки чтобы они с наклоном влево были и провязываем за заднюю стеночку так 2 вместе чтобы вот так развернулась у нас петля вот теперь 2 лицевые и 2 вместе за переднюю стенку снова 2 лицевые и 2 вместе за переднюю стеночку теперь одна вот у нас три петли осталось 1 лицевая и 2 вместе вот эти за переднюю стенку чтобы они были с наклоном вправо все провязали здесь изнаночная дальше по узору вот что у нас получается такие вот убавления в косе все довязываем этот ряд до конца и один ряд без убавлений вяжем так ряд без убавлений я провязала и следующие убавления у нас идут изнаночная лицевая и изнаночная дальше мы провязываем 2 вместе так провязываем 2 вместе разворачиваем наши петелечки 2 вместе 2 вместе снова 2 вместе за переднюю стеночку 2 вместе 2 вместе 2 вместе 2 вместе 2 вместе за переднюю стенку и снова 2 вместе за переднюю стеночку все убавки в косе у нас сделаны ну и здесь по узору изнаночная лицевая изнаночная и так мы в косе и делаем убавление 2 вместе 2 вместе лицевая 2 вместе 2 вместе провязываем до конца так этот ряд так пятый ряд убавлений нам надо убавить вот эти три петли которые у нас посередине как я их убавляю я их вот так разворачиваю изнаночную за переднюю стенку вот эти две петли подхватываю развернула их надела обратно и 3 вместе вот следующую изнаночную захватывают провязываю 3 вместе все вот 3 вместе провязаны и лицевая в основании у нас и потом мы провязываем здесь у нас 5 петель теперь останется 3 мы разворачиваем вот эти петелечки вот так крайне провязываем 2 вместе 1 лицевая и 2 вместе провязали и еще раз покажу как вот эти три сократить вот здесь можно вытянуть спицу и еще раз внимательно смотрите как вот эти три я убрала развернула петлю лицевую и вот эту изнаночную захватила за переднюю стенку надела наоборот изнаночную третью захватила и две дни три вместе вот так провязала все и снова отказ и разворачиваем 2 вместе все довязан до конца этот ряд и следующий ряд мы уже сразу снова тоже будем вязать все вместе последний заключительный ряд так как у нас все петли лицевые теперь мы все вместе по 2 будем провязывать и все провязываем все петелечки по 2 вместе у нас сейчас 16 петель станет 8 очень тяжело конечно провязывать от последний ряд и вот так за переднюю стеночку все 2 вместе мы провязываем можно петли развернуть если тяжело за переднюю стенку можно их вот так развернуть и провязать вот так за заднюю все и вот так 2 вместе сипедки сейчас провяжем и закроем чтобы их легче было провязывать я вот так разворачиваем потому что за переднюю всегда легче вязать все довязан до конца этот ряд и будем закрывать макушечку я по 2 вместе провязала нитку отрезала в дело в иголку и снимаем снимаем так же вот как вяжем за переднюю стенку снимая петельки здесь осталось 8 петель все в последнее хорошенько затягиваем и еще раз несколько раз вот так продеваем ниточку и хорошо затягиваем чтобы у нас не было здесь дырочки на обратную сторону иголку вытягиваем и здесь надо будет зафиксировать несколько раз зафиксируем зафиксировала выворачиваем и смотрим что у нас с вами получилось вот такая вот макушка вот такая вот шапулька у нас с вами получилось и вот какой помпончик я вот не знаю еще прицепить либо вот такой либо ну наверное все таки вот этот будет помпон и все шапка готова вот такая вот шапка вот такой вот снуд по нему тоже есть мастер-класс если вам понравился мой мастер-класс ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока пока и и и и и и и и